Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Russian Percussion. Здесь, к чему уже наверное все привыкли, никто не удивляется. Вас встречаю я, Владимир Шевченко. Мы сегодня продолжим тему тумбао для одной руки. И я начну потихонечку раскрывать вам секрет, для чего перкуссионисту нужна вообще координация и в том числе и свободная рука. Добро пожаловать! В прошлом выпуске мы рассмотрели с вами, как играть тумбао одной рукой, одной и другой. И давайте повторим для начала. Начинаем с левой руки. Вот так это играется. И теперь мы же находимся в системе, развивающей для перкуссионистов. И поэтому я хочу немножко усложнить, и я буду усложнять, и усложнять. То есть процесс, чтобы в конечном счете вышел в толк из ваших занятий. И вы смогли бы гордиться своими умениями. И применять их, конечно же, на практике. Мы с вами рассмотрели ритмы сон-клаве. И вы уже знаете, что это такое. Сон-клаве 2.3, сон-клаве 3.2. Мы знаем, что такое ритм тумбао. Мы примерно себе представляем, как эти два ритма можно слепить, и как они сочетаются. Но то, как их играть одновременно одному человеку, мы об этом сейчас с вами поговорим. Итак, левой рукой мы играем тумбао. И, допустим, правой ногой мы играем ритм сон-клаве. Давайте 2.3. Это будет начало следующего упражнения. Раз, два, три, четыре. И теперь мы продолжаем, делая то же самое, но только лишь правой рукой и правой ногой. Получается, что мы работаем одной стороной. Раз, два, три, четыре. Вот таким образом это играется. И, как вы уже поняли, мы сейчас будем чертить всякие параллели, диагонали. Соответственно, мы играем опять же тумбао правой рукой, а левой ногой мы играем сон-клаве 2.3. Раз, два, три, четыре. И, конечно, будет логично завершить это упражнение, то есть сыграя левой стороны. Левой ногой и левой рукой. Раз, два, три, четыре. Вот, собственно, и весь комплекс. Сначала мы играем одну диагональ слева направо, далее мы играем правую сторону, после мы играем диагональ справа налево и завершаем это все левой стороной. Вот такое упражнение, оно будет дико полезно для всех. Не важно, опять же говорю, система призвана развивать навыки и профессионально двигать любого музыканта на любой стадии, будь это ученик совсем-совсем зелененький, или же это ученик уже более осознанный, или же это музыкант, который уже считает себя кем-то, нос у него кверху. Все равно надо не сдаваться, заниматься и верить в то, что оно того стоит. А оно того стоит. На этом сегодняшний выпуск подошел к концу. В следующем выпуске мы продолжим изучать девайсы различные и их применение. Заходите, смотрите, комментируйте и не забудьте подписаться. Пока, друзья. До новых встреч на канале Russian Percussion. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова